Всем привет! Данный анбоксинг записывается специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На дворе весна и значит, что скоро полетят насекомые и голавлик начнет им питаться. Ловля голавля является одной из моих приоритетных, хоть на канале у меня довольно-таки мало рыбалок с ними, но мне это по душе. И к новому сезону я заказал себе немножко воблерков для данного вида ловли. И давайте вместе с вами посмотрим на данные приманки. Начнем мы с новинки от фирмы Косодака. Это May Beetle, что переводится не как анальчик, как морский жук. И давайте посмотрим на них поближе. Вот такие классные жучки. Вот это прям по форме, если бы у нас были такие здоровые божьи коровки, по форме довольно-таки точно напоминает данное насекомое. Что классно, Косодака пишет все характеристики на животе. 3,8 грамма и заглубление до 0,2 метров. Это такие СССРки. Офигенные жучки. Стоят в два раза дешевле оригиналов. Очень классные зеленые. Вот так переливается весь. Стоят на них двойнички, что уменьшит количество зацепов. Так, не будем долго на них задерживаться. Далее Аква Жук. Такой натуральной расцветки под малька. Очень дешевый крэнк. Выполнен вполне себе качественно. Стоят неплохие острые крючки из тонкой проволоки. На воблерке имеем надпись АКВА. Заглубляется он до 1,2 метра, что скорее всего неправда. Где-то полметра он точно пойдет. Воблер абсолютно бесшумный, что для ловли головля вполне себе является плюсом. 4-граммовый воблерок. 100 рублей. Совсем-совсем недорого. Далее. Далее Цюри Бита. Бэби Крэнк. Офигенный мелкий воблерок. Я уже так посмотрел на него. Очень мне понравился. Такой округлой формы. Компактный. Небольшой шум. Мне кажется, у меня таких еще не было. Стоит на нем довольно-таки такая широкая мощная лопатка. Очень острый. Одинарный безбородый. Офигенный крэнк. У меня неровная лежит душа к таким маленьким приманкам. Тем более, настолько качественно сделан. Стоит он тоже не особо так, чтобы дорого. Здесь на коробке, кстати, он изображен. То есть люди вкладывают душу и в упаковку, и в приманки. Везде его изображения. Цюри Бита молодцы. Классный крэнк. Еще один крэнк от Цюри Бита, но который уже у меня был. То есть был и есть. И отлично ловит. Это Сексиминал. Правда, это 30-й размер. Я имею в 25-м. Здесь уже стоит тройничок. Хотя воблер получается ненамного больше. Такой плоский, широкий крэнк. Очень напоминает жучка. Правда, у меня в натуральной расцветке. Он больше под малька, но форма у него такая, как у жука. Хороший тройник стоит. Тоже довольно-таки крепкая лопатка. Если биться какие-нибудь обветки, думаю, выдержит много ударов. Заглубление указывается до 0,8 метров. Вес 3,40 грамма. Воблер, как и предыдущий, еле-еле шумит. Скорее всего, система огрузки создает такой шум. Далее. Воблерок от Strike Pro. Baby Pro 25-й. Уже 3-й или 4-й в моей коллекции. Взял только из-за вот такого офигенного цвета. Очень хочется в этом году на него половить. Переливается всеми цветами. Классно выглядит. Блок 25 миллиметров. Вес всего 2 грамма. Но, скажу я вам, он неплохо летит. И они ловят. У меня есть и под жучка, и натуральный. Теперь есть тоже. В этом году купил. Вот который под жучка. И под кушка еще есть. Отличные воблерки. Вот это всем советую. Далее еще один небольшой крэнк от фирмы Strike Pro. Опять-таки в этой обалденной расцветке. Это Куки. Что особенно в нем интересно. Этот воблерок Suspender имеет вот такую огромную лопатку. Я думаю, создавать будет очень большую вибрацию. Воблер бесшумный. Стоит одинарник с маленькой-маленькой бородкой. Такой он довольно-таки простенький. Ни глаз. Ничего на него не приклеено. Кусочек пластмассы. Большая круглая лопатка. Один крючок. Два заводных кольца. Ничего подобного у меня не было в этом году. Прям хочется именно попробовать, что у него еще. Либо, конечно, от него такой свет идет. Но, мне кажется, у него еще и лопатка переливается таким же цветом, как и сама приманка. Ну да. Так и есть. Ну и, как без Суёки. Они давно уже завоевали сердца всех людей, которые ловят главля. Так как, в принципе, сделали копии на все довольно-таки малы-мальские популярные приманки для данного вида ловли. И это Суёки Свинк ХЦ-36F. Такой воблерок у меня уже есть. Правда, в кислотно-оранжевой расцветке ловит он головля не так, чтобы прям супер. Хотя воблерок имеет офигенную игру, стабильную. Хорошо летит и решил я все-таки не буду перекрашивать там оранжевые во всякие черные цвета, как многие делают маркером. Воблер стоит около 200 рублей. Не такие уж великие деньги. Поэтому взял себе вот такой черно-желтой расцветки и буду пробовать ловить на него трофейных головлей. Все. Вот такой наборчик я себе приготовил. Я думаю, головлю понравится. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Будут еще распаковки. Едут еще посылки. Всем пока.